А теперь обо всем по порядку. Отдельно блоком в своем послании глава государства выделил тему поддержки семей с детьми. Владимир Путин заявил, что в этой сфере уже подготовлен целый пакет законопроектов. Так президент предложил изменить порядок выплаты пособий на первого и второго ребенка. Сейчас такие выплаты предусмотрены для тех семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Путин предложил поднять планку, чтобы с 1 января 2020 года претендовать на пособия могли семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Такие запросы есть у людей. Мы видим их прямо напрямую, даже в администрацию президента вступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. В помощи государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. На сегодня получателями президентских выплат на первенца в Ненецком округе является 112 семей. Сумма выплаты в 2019 году 21 228 рублей. Причем это самый высокий показатель по стране. Добавлю, предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет. На первого ребенка из федерального бюджета выплачивается отделением соцзащиты. На второго из средств материнского капитала перечисляется пенсионным фондом. Также президент предложил уже с 1 июля удвоить размер пособия по уходу за детьми инвалидами с детства первой группы. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысяч рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе. Для жителей Ненецкого округа пояснили в региональном отделении пенсионного фонда. Размер данной финансовой поддержки будет еще больше. Общая сумма выплат в месяц у нас составляет именно только по компенсациям 561 тысяча. В связи с тем, что послание президента прозвучало о том, что будет увеличена компенсационная выплата именно для тех, кто получает 5500 рублей до 10 тысяч. А у нас, поскольку районный коэффициент, она должна будет составить 15 тысяч рублей. Кроме того, помимо федерального пособия по уходу за детьми-инвалидами в регионе действуют и меры социальной поддержки за счет средств окружного бюджета. Их получают более 170 жителей Заполярье. 10 тысяч рублей ежемесячно предусмотрено детям-инвалидам, проживающим в семьях размер среднедушевого дохода, которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ненецком округе. Также 3,5 тысячи рублей ежемесячно выплачивается ребенку-инвалиду, получающему пенсию по инвалидности, а также неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Еще одна мера социальной поддержки – единовременная компенсационная выплата к Международному дню инвалидов детям до 18 лет. Кроме того, Путин заявил о снижении налоговой нагрузки для многодетных семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты налога на земельный участок в 6 соток. Глава государства добавила, что в некоторых регионах такая льгота уже применяется, однако федеральный статус гарантирует ее применение повсеместно. В Ненецком округе льгота на земельный налог существует уже не один год. Такая мера поддержки существует в городе Наринмаре с 2013 года. В данное время готовятся изменения в порядок уплаты и исчисления земельного налога. В данном порядке предусмотрена льгота, которая освобождает многодетные семьи от уплаты земельного налога. И планируется продлить действие этой льготы до конца 2019 года. Освобождение от налога на 6 соток станет частью целого комплекса мер, направленных на уменьшение нагрузки на семью. В частности, российский лидер считает, что по отношению к многодетным должен применяться простой принцип – больше детей, меньше налог. Также президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Также он предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Еще одной мерой поддержки семьи, где родится третий и последующий ребенок, станет частичное погашение ипотечного кредита напрямую за счет федерального бюджета. С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Президент также адресовал правительству и Центробанку просьбу разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства, отметив, что семье необходимо дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. При этом, возвращаясь к вопросу о налогах, президент предложил ограничить годовой рост платежа для земельных участков в пределах 10%. Путин подчеркнул, что предложенные меры являются первоочередными задачами, а их количество нужно увеличивать с учетом демографических реалий.